МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонид Константинович Заяц родился 30 сентября 1958 года в деревне Гацук Слудского района Минской области. Начал трудовую деятельность в 1979 году трактористом, затем был бригадиром, начальником производственного участка, главным агрономом. В 1989 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. С 1991 года председатель колхоза «Беларусь» Слудского района Минской области. С 1998 директор Слудского комбината хлебопродуктов. В 1999 году занял должность председателя Молодещинского районного исполнительного комитета. С 2001 года заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета. В 2008 году возглавил агрокомбинат «Дзержинский». С 2012 года и по настоящее время министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Леонид Константинович, давайте обратимся к шахматам. Аграрное дело – это ведь партия в долгую. Мы выигрываем? Совершенно так. Но нужно сказать, что уже она идет к завершению. И к завершению с победой. Осталось практически 3% уборочных площадей, 63 тысячи гектаров в Республике Беларусь. В основном Витебской. Основные хлеба остались в Витебской области. В силу того, что это область специфичная в Республике Беларусь. Особые оправдноклиматические условия, пониженный рельеф. Вот выпадает больше осадков там. Поэтому накладывают печаток именно на темпы работы. Но вместе с тем же урожай вырос. Целым планируем собраться в общественном секторе. Сегодня около 7,9 миллионов тонн. Это плюсов миллиона тонн выше уровня прошлого года. Помимо этого, у нас еще есть личное подсобное хозяйство. Там, где намало составить 260 тысяч тонн. И в целом, в общественном секторе, личное подсобное хозяйство. Урожай зерновых и зернобобовых культур. Немечается в объеме 8 миллионов 150 тысяч тонн. Помимо этого, мы обеспечиваем валовую намолот масло семян рапса в размере 730 тысяч тонн. Дополнительно мы намолотили 17,5 тысяч тонн. Начать суре пиццы. И ожидаем хорошего урожая кукуруза в текущем году. Конечно, метой это принесет нам общий каравай 10 миллионов тонн или плюс миллион тонн к уровню 2016 года голодать никто не будет абсолютно нет надежный запас заготовим пшеницы для хлеба печенье для макаронных изделий значит а зима ржи других видов зерна с той цели чтобы иметь не только на текущий год а иметь запас еще на 2018 19 год позволит нам обеспечить реализации на экспорт именно продукции высокой добавленной стоимости это жена и мука пшеничная мука также крупы разных культур вот дать возможность заработать дополнительно валюту для нашего государства агрария чаще всего пеняют на погоду погода ведь играла против нас вот особые по своим природным климатическим условиям в марте месяце мы помним температура достигала 23 25 градусов потом апреле месяце после уже посевной кампании время посевной кампании наблюдали минус 11 сна по 15 сантиметров да и с них умают берестовицком районе казалось бы 6 мая там выпал снег где невозможно было даже на машинах проехать были всходы льна она ты всходы льна была минусовая температура по 4 градуса это накладывало определенный отпечаток на формирование урожая полевых культур потом в конечном итоге нам удалось формировать урожай полевых культур не ниже наоборот выше уровня прошлого года это отмечается не только по зерну это отмечается условно по рапсу в этом году ожидаем рекордный урожай масла семян рапса с прошлого года мы завершили уборку с показателем 260 тысяч тонн то в этом году на сегодняшний день уже мы имеем 650 тысяч тонн позволит нам обеспечить загрузку наших производственных мощностей в республике беларусь сформировать безусловно дешевый белок для общественного животноводства и обеспечить запас объема масла рапса для реализации на экспорт президент всегда говорит что главное вот в этой агрокомпании это диктатура как ни странно но диктатура технологии нам удалось соблюсти эту диктатуру если пострадавшие и сколько мы потеряли из-за природных климатических условий и из-за людей человечества нация таких выпадал предположим не организованности неисполнения мы не видели в течение вот это прожитая календарного года поэтому конечно есть недостатки как любой другой отошли есть недостатки вот это недостатка это наши резервы для там да для дополнительное производство продукции потом это мы видим мы знаем как на их повлиять поэтому работам в этом ключе в том плане чтобы на будущий год с учетом вот этих замечаний и вот как резервы он эти пришел масштаб резервы бесплатно их необходимо вовлечь в нашу экономику для что был просто не продукции еще один тезис президента важно не только убрать но и сохранить как сохраняем урожай знаете что у нас достаточно сегодня зерно сушильных комплексов чтобы обеспечить современную доработку зерна которая поступать не от комбайна на так а вот поэтому никаких нараканий со стороны хозяйственных субъектов не было что где-то кто-то не успеет сегодня доработать и заложить на хранение соответствующие качества сегодня зерно у нас созданы мощности на комбинатах хлеб продуктов на комбикормов заводах из мощности созданы сельхозподприятий благодаря всем программам которые были приняты на уровне президента нашей страны поэтому существенно обновили зерно сушильные комплексы что позволило нам текущем году и предыдущие годы обеспечить доработку зерна без потерь но и сейчас идет уборка второго белорусского хлеба картофеля плюс главная политическая культура лен что здесь знаете что касаться картофеля уже про убрали порядка четырех процентов вот первое накопки картофеля позволяет сделать вывод о том что в этом году будет достаточно хороший урожай 311 центнер за гектара среднем по республике беларуси это плюс 23 центнер ок уровня прошлого года картофель хороший позволит обеспечить потребности внутреннего рынка засыпать посадочные материалы необходимых количествах сформировать примерно 300-350 тысяч картофеля для реализации на экспорт казахстана российской федерации касается льна лен в этом году вырос тоже самый хороший практически на 4 центнера выше уровня прошлого года тресты на площади 47 тысяч гектара практически уже убран мы остаемся в пятерке ведущих льноводов естественно конечно в этом году заготовим тросты для того чтобы загрузить полностью на сто процентов мощности наших льнозаводов то цели чтобы обеспечить выработку льноволокна для загрузки наша флагмана аршанская льнокомбината которая завершает свои модернизации которые будут обеспечивать поставки льноволокна на внутренний рынок безусловно и за пределы наше государство в этом году мы заготовили уже 7240 тонн льносемян на 750 тонн выше уровня прошлого года и урожайность льносемян выше практически на 1 центнер относительно 2016 года очень хорошие погодные условия благодаря тем атмосферным осадкам которые выпали позволяет сегодня обеспечить качественный процесс вылежки льнотросты что позволит безусловно заготовить сегодня тренд росту высококачество поэтому надеемся что и уверены в том что льнозаводы нашей страны обеспечит этом году рентабельную работу республики беларусь сколько мы сможем заработать на экспорте то есть повысятся мировые ли цены и как мы будем зарабатывать с учетом кстати мясомолочной промышленности переработки глубокой по результатам работы первых семи месяцев цикуса года система минси хоспрода имеет валютную выручку размеры полтора миллиарда долларов сша это плюс 205 миллиона долларов к аналогичным периодом колоссальные деньги до нас достаточно неплохие цены еще не на мясо мясопродукции который обеспечивает рентабельность по говядине предположим рентабельность продаж на экспорт 15 процентов на молочную продукцию сегодня цены 135 процентов выше того самого уровня прошлого года обеспечивает хорошую прибыль от реализации молочной продукции на экспорт положим рентабельность сыра 26 27 процентов масло 20 процентов сухой обезжиренного молока 21 процент честно говоря даже в банковской сфере таких высоких процентов сейчас нет как что благодаря вот этим ценам мы серьезно подняли экономику молочных предприятий где рентабельность продаж составляет 13 процентов по мясопродукции 8 и 2 десятых процентов вот в целом планируем завершить поставку на экспорт с просто 111 процентов и общая сумма будет ну общая сумма вот к 5 миллиардов доллару сша вот такие цифры мы ставим перед собой на будущее вот стоит более амбициозные задачи должны увеличить фактические объемы продаж мясо мясо продуктов и продать естественно молочных продуктов больше чем именно в этом году делаем базу хорошую базу для общественного животноводства уверен что мы заготовим достаточное количество травянистых кормов вот заготовим для общественного животноводства нужном количестве зерна фуража что позволит на будущий год нам иметь хороший прост продукции животноводства по результатам от восьми месяцев уже можно сказать что прирост валовом производства молока 140 тысяч тонн за восемь месяцев 38 тысяч тонн имеем просто производства вращения скота и птицы это неплохие показатели для нашей страны вот но еще очень много резервов которые нам необходимо использовать на будущий год президентом страны поставлена задача на будущий год значит обеспечить качественные показатели именно по тем предприятиям которые вложены финансовые средства республики беларусь поэтому ставят сегодня такие вот задачи стратические задачи перед вертикали власти перед минсей хосбродом активизировать работы в данном направлении чтобы ни одно может товар на комплекс которые построены в предыдущие годы не было в чле отстающих овощи будет ли у нас наше или польское морозы это очень хороший урожай планируем в этом году развести овощей открытого грунта более полмиллиона тонн словно белокочанная капуста морковь свекла другие группы овощей что позволит обеспечить население нашей страны в полном ассортименте 7 круглых овощами и круглых вот естественно которых нуждается плюс 120 тысяч тонн мы произведем овощей закрытого грунта в целом это позволит не только беспечно сформировать экспорт за проделы нашей страны касаться сахарные сяклы вырос тоже неплохой урожай на 20-30 лет выше уровня прошлого года от первой копки сахарные сяклы позволяет сделать вывод что в этом году достигнем валового производства около 5 миллионов тонн прошлом году мы имели 4,3 миллиона тонн то в этом году значительно выше два завода запущены в работу это городецкие заводы скидзерский сахарный комбинат уже накопали более 60 тысяч тонн и вот этот валовый сбор сахарной свеклы позволит загрузить мощности наших заводов на все сто процентов весь этот труд аграрников поливаются в качественные показатели поэтому работы за первое полугодие мы имеем рост выручки 12 процентов прибыль от реализации увеличилась в 3,1 раза чистая прибыль выросла 3,5 раза рентабельность продаж ставило 6 процентов что на 2,9 процентных пункта лишь выше мощной даты прошлого года не более и не всегда увы зависит от нас это наши рынки это наши партнеры россия китай в целом вся азия африка если у нас препятствие для поставки нашей продукции на эти рынки вы знаете жестко конкуренция существует сегодня у мир и парализации продуктов питания вот на рынке тот продукт этот товар которая боится иметь высокие потребительские качества доступен по цене отмечаю что сегодня более 60 процентов это на 14 процент на пункта выше качество молока стал относиться на даты прошлого года дает основание дает возможность сегодня вырабатывать продукцию мирового привлекательна для потребителя и по нашему вот задача повышать бренд нашей республики беларусь бренд мясомолочной продукции который завоевал свои потребителя не только в российской федерации вот уже и в китае вот поддельным позициям даже в десятки раз мы увеличили поставки молочной продукции на китайский рынок активно идет проработка других вопросов по совместным проектам с китая по переработке мяса говядины по поставку мяса говядины по поставку мяса птицы на китайский рынок что сделать основание чтобы страна больше производила больше продавала это то повышало благосостояние каждая работающая в этой сфере спасибо вам леонид константинович за так такие обстоятельные ответы и я вам желаю довести эту партию тяжелую партию аграрную до логической победы и желаю нам победы в том числе спасибо должен уверить во что мы выйдем с победой